Рад вас приветствовать в Арсенале на программе выставки «Фантастик Пластик». Выставка посвящена тому, как современное искусство работает с темой доработки мусора, вторичного сырья. Я хочу вам представить художника-дизайнера Веру Занигину, которая в своих произведениях искусства интегрирует в них произведение «Фантастик» непосредственно. Сегодня у нас лекция и наблюдательный мастер-класс. Вы сможете все это увидеть и попробовать. Здравствуйте! Я очень рада вас приветствовать, поскольку сегодня мы собрались с вами. Если вы хотите поговорить об экологии, о теме пластика, о переработке вторсырья, то важно заметить, что мусор и отходы — это не только отрицательная сторона нашей жизни, но и положительная. И в данном случае мы вспомним фразу, что красота спасет мир. Вот в данном случае в самом прямом отношении красота, то есть искусство протягивает руку экологии. Ну, начнем мы не с самого лицеприятного сюжета. Мы поговорим сначала о свалках, о помойках и о мусоре, который мы с вами выбрасываем. Необходимая совершенно вещь — об этом задумываться. И в последнее время все больше люди задумываются и говорят, и по телевидению мы слышим о вопросах вторсырья, переработки и мусорных свалках. Дело в том, что любая свалка — это живой организм. В науке есть даже такой термин «тело свалки». Как и ни странно, но это фактически бомба замедленного действия. При воздействии солнечных лучей мусор либо испаряется, то есть уходит в биосферу, и нарушает экологический баланс, то есть образуются парниковые эффекты, парниковые газы, либо жидкий мусор, он уходит в землю. То есть с помощью почвы он проникает в воду, ну и в дальнейшем в морепродукты и в наш организм снова. Поэтому очень важная тема — это правильно формировать мусор. Об этом сейчас очень много говорят. С границей уже давно, и во многих странах уже давно мусор раздельный. Пластиковые отходы и, ну как минимум, два мусорных бака. Один для органики, другой для пластика, картона и так далее. Дело в том, что любая мусорная свалка — это прежде всего ресурс, огромный ресурс для вторсырья, для переработки. Мне очень порадовало, я только что была в Крыму, и в каком-то маленьком селе за Евпаторией первое, что выйдя на пляж, увидела вот эту свалку, в смысле не свалку, а вот этот ящик с отдельно собранными пластиковыми бутылками. Первая фабрика по переработке пластиковых бутылок в России была создана по инициативе Кока-Колы в Москве. Даже не в Москве, а в Солнечногорске, это около Москвы. Но вы очень удивитесь, большая проблема для завода была — это нехватка сырья. В Германии мне сейчас довелось видеть в магазинах вот такие пластиковые приемники. Стоит автомат, куда вы бросаете пластиковую бутылку и получаете чек. За каждую пластиковую бутылку, независимо от ее размера, вам начисляется 25 центов. Вы их купите большие деньги. Даже если бы в России начисляли за пластиковую бутылку 2 рубля, я думаю, многие бы с удовольствием этот мусор разделяли и сдавали бы. Обналичивая, покупая продукты в магазине, вы предоставляете этот чек, и из вашей суммы вычитается то, что зачислилось за сдачу пластиковой бутылки. Во многих странах, в Турции, посредине кадр — это Тбилиси, даже Грузия, во многих странах появляются вот такие автоматы. Когда вы выбрасываете пластиковую бутылку, то есть не в природу, а в такой автомат, то из него высыпается 20 грамм корма для кошек и собак бездомных. Тоже совершенно замечательное использование этого ресурса. Конечно, в наших квартирах во многих очень маленькие площади, и в кухне иметь 5 или 6, как в Италии бывает, мне приходилось видеть 5 или 6 вот таких контейнеров для разного мусора, не всегда получается. Но, тем не менее, стоит задуматься о том, чтобы иметь таких контейнеров как минимум 2. Сейчас большая программа проходит по запаиванию мусоропровода, потому что пластик, который вы выбросили в мусорный бак, можно разобрать и переработать, получить ресурс тот самый, необходимый для дальнейшего действия. А вот если вы выбросили мусор с 23-этажного этажа, то он уже не пригоден ни для чего. Пластиковый мусор в огромных количествах — это очень большой резерв, это очень большая экономия и в экономическом плане, и в финансовом, и, прежде всего, в экологическом. Дело в том, что любая пластиковая бутылка, и вот та, которая у меня сейчас стоит на столе, и любая другая, — это продукт переработки нефти и газа. И весь пластик — это полиэфиры, они производятся из переработки газа, газового конденсата. Основных вида четыре — это пластиковых, вот таких тонких волокон, это полиамиды, полиэфиры, полиакрилно-нитрильные пластики, полиуретановые. Но их существует масса-масса других. Но, тем не менее, если пластик, наконец, все-таки собирается раздельно и попадает на фабрику по переработке, такие фабрики существуют во всем мире. Фабрика рядом, в самом центре Вены, существует фабрика по переработке пластика, но пластик там не сжигают. Вообще, давно в цивилизованных странах перестали мусор сжигать. Его перерабатывают в энергоресурс, получают энергию. Вот, собственно, конвейер, на котором проходит ручная разборка пластика. Пластик обязательно делится на виды по цвету — белый, голубой, зеленый и коричневый. Для того, чтобы отделить тонкий пластик, вот такой бутылочный, он так и называется — бутылочный пластик, и все, что дальше из него делают, специалисты обычно тоже называют бутылочные волокна или бутылочные грануляты. Вот такой пластик очень важно отделить от более плотного. Вот, например, таким являются крышки на пластиковых бутылок. Или канистры, или бутылки от шампуня. И вот, хотя и такой пластик, трудноотделимый, тоже это большой ресурс. И из него тоже научились делать, его плавить в экструдерах, в специальных объемах, причем экструдеры огромные, бывают размером с большой театр. И вот в таких экструдерах расплавляют пластик, из него потом делают, например, скамейки, уличную или садовую мебель. Вот как раз на фотографии видно, что канистры спрессованные. То есть это тот пластик, который не является бутылочным. А в Австралии даже научились из этого трудноразделимого пластика делать уличные покрытия. Вот он, собственно, чистый. Чистые бутылки, которые после разборки тщательной, ручной, специально обученные люди это делают, отмываются и режутся вот на такую стружку. Стружка — это уже исходный продукт, который может закупить какая-то фирма. То есть если на фабрике вторсырье покупается либо в виде стружки, либо в виде гранулята. Вот я упомянула, что любая пластиковая бутылка делается из газового конденсата. Дело в том, что из газового конденсата — это первичная продукция делается. И при изготовлении такой продукции происходят огромные выхлопы парникового эффекта. Это очень вредное производство. Конечно, все фабрики по переработке нефти и газа пытаются эти вопросы решить с помощью определенной фильтрации и защиты. Но тем не менее. А вот если переработать пластиковые бутылки, то это практически безвредно. И получается, что все то же самое можно получить. Также из бутылки бутылку или из бутылки что-то еще, какой-то другой пластик, какой-то другой. Но энергозатраты и вред, причиненный экологии, сокращаются в разы. Вот что представляет собой, ну так схематично, само производство волокна. Потому что из вот этих твердых пластиковых бутылок делают еще и волокна. Гранулят нагревается при температуре 295 градусов в специальных экструдерах и продавливаются через вот такие вот сито, грубо говоря, называются ли фильеры, с напором воздуха. Горячий воздух под напором выдавливает через вот эти отверстия капли расплавленного пластика. И поскольку воздух с напором вырывает эту каплю из отверстия, то получается волокно. То есть постепенно застывает эта капля, и получается, что на протяжении определенного времени она превращается вот в такие волокна. Вот, собственно, я вам сейчас покажу. Вот эти волокна, это мононить. То есть один кусочек, если его отделить, ну вот я сейчас у меня одна рука занята, не смогу это сделать. Если отделить одну только часть, то они вырываются вот такими вот целыми пучками волокон. Если отделить, это будет мононить. То есть одна, она измеряется буквально микронами. Вот она, тончайшая. Вот это и есть волокно. Синтетическое волокно внешне совершенно вторичное, сделанное из пластиковых бутылок, абсолютно не отличается от такого же волокна, сделанного первично из газового конденсата. Поэтому вы, конечно, не задумываетесь, но подушка, скорее всего, на которой вы спите, одеяло и куртка, чем набит, и то, чем набита ваша куртка, скорее всего, они сделаны из пластиковой бутылки. То есть из волокон набиты волокном вторичного производства. Мы привыкли обобщать двумя словами синтепон. На самом деле их очень много разновидностей. Это, я уже говорила, что это полиакрил, нитрильные волокна, полиамидные, полиуретановые, это эластан, полистер, силон, капрон, нейлон. Их очень-очень много разновидностей. Но мы привыкли к полистерам, знаем, и синтепон, такие самые расхожие. Они объединяют все вот эти синтетические понятия. Дальше волокно режется на вот такую вот стружку. Вот вы видели розовое волокно, специально разного цвета, вот на такую стружку. И дальше расчесывается в часальных специальных машинах. Что происходит? Расчесав в часальной машине, а дальше пробив через иглопробивные машины, которые представляют собой огромные агрегаты с двух с половиной тысячами специально заточенных игл. Вот справа картинка есть. И они делают вот такое полотно, которым закрыт мой стол. Это тоже продукт переработки, пластиковые бутылки. Вот этот серый материал, похожий на сукно. Это пластик. Просто иглопробивной. Такие машины были придуманы в конце 50-х годов. Они широко используются и по сей день. В России их производил Ленинградский машиностроительный завод. На этих машинах делалась подложка под линолеум. Утеплители. Все, чем обито внутри, под, конечно, кожей или кожезаменителем, ваши машины, автобус, все, что в кресле, в матрасе, в диване. Вот этот материал, мы просто не задумываемся, окружает нас повсеместно. И даже скатерти одноразовые, это тоже продукт переработки пластиковых бутылок. И произошло, что войлок, вот справа у меня на картинке валенки, натуральный войлок, заменен теперь искусственным. Вот это каландровый термостат. Я упомянула сейчас про скатерти одноразовые. Вы знаете, что они немножко плотненькие. Вот для того, чтобы вот этот мягкий синтепон стал более плотным, его прогоняют через вот такие машины, с помощью термической обработки усаживают, как бы подплавляют. Вот он, подплавленный пластик, а этот мягкий еще. Вот если его нагреть, он будет приближаться к такому состоянию. Поэтому можно либо с одной стороны, либо с двух, либо очень сильно, либо слабее прогреть этот материал при определенных температурах на каландровом термостате и получить более плотный материал. Например, геотекстиль. То есть происходит замена. Если раньше дома делали, утепляли из шерсти, ковры делали из шерсти, спали на шерсти, то теперь спим мы на синтепоне. Геотекстиль – это то, что кладется под щепень или под песок при изготовлении площади или при градостроительстве, или дороги. Для того, чтобы щепень или песок не уходил в грунт, не вымывался внутрь, для этого кладется вот такая разделительная ткань. Она же еще называется спанбон, который выгрывают огороды. Это все продукты одного происхождения. Сверху рулоны белые. Надо сказать, что синтепон используется и для фильтрационной продукции. Все фильтры в кондиционерах, фильтры в медицине, вся одежда у врачей, у хирургов одноразовая. Конечно, она из такого пластикового волокна. Вот что собой представляют иглопробивные машины. Вот здесь слева видно, как серое волокно с помощью подачи вот такой рельсы заходит в машину, а там видны иглы. Вот эти иглы опускаются и поднимаются многократно. Конечно, инженеры отрабатывают режим игл, и форму, и толщину. Все это оговаривается. Это огромные цеха машины размером с танки. И расчесанное вот такое волокно на часальных машинах, я дальше вам его покажу. Оно входит в следующую машину. Это целая, получается, такая вереница производственная. И в результате получается вот такой материал. В какой-то момент, ну вот здесь я, наверное, сейчас прервусь. Александра, вы мне не поможете включить фильм? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Ну, такой небольшой фильм. Это экскурс в то, о чем я вам говорю. И немножко мы забежали вперед. Мы сразу затронули вопросы искусства, вопросы творческие. До сих пор мы говорили только про пластик, про переработку его, и про технические его возможности. Ну, собственно, вот здесь надо рассказать, что в 60-е годы, я вам уже немножко рассказала про иглопробивные машины, так вот в 60-е, даже в конце 50-х, в Чехии, в городе Брно, тремя учеными Института шерсти была придумана и запатентована новая техника декоративно-прикладного искусства, которое они назвали арт-протез. Что собой представляет арт-протез? Это нанесение рисунка разноцветными шерстяными волокнами и пробивка этого рисунка в иглопробивной машине. Собственно, арт-протез предполагает исключительно работу с шерстью. В этой технике я работаю 20 лет и со временем пришла к выводу, что можно шерсть заменить. На сегодняшний день я шерстью не работаю совсем, вообще. Именно по той причине, что в пластиковых волокнах синтетических слишком много оказалось положительных качеств. Во-первых, они не принимают на себя влагу. То есть абсолютно боятся любые микроорганизмы. То, что происходит с шерстью, вы понимаете, со временем, во-первых, моль, во-вторых, шерсть гниет, впитывает влагу, она тяжелеет и вытягивается под воздействием этой самой влаги, она пахнет, впитывает запахи и так далее. Пластик всего этого лишен. Соответственно, он легкий, он гипоаллергенный. И я стала работать с волокнами синтетическими. То есть я вручную наношу иголкой, я вам покажу, как это делается. Вот одной иглой, специальными зазубринами. Такие иглы продаются для фельтинга. То есть те, кто занимаются игловалянием, шердевалянием и делают игрушки, они как раз пользуются этими иголочками. Иголочки изначально были разработаны для тех самых иглопробивных промышленных больших машин. И вот, собственно, плоскостные работы, которые полностью вбиваются вручную, а потом отвозятся на фабрику. И две с половиной тысячи игл одновременно вбивают до 20 пробивок, может быть, вбивают эти волокна в основу. Вот это происходит вот таким образом на фабрике. Ну и потом любое полотно может превратиться либо в панно настенное, либо в одежду, либо в мебель. Ну и дальше уже по мере вашей фантазии. Вот большие промышленные чесальные машины. А это моя машина, маленькая, она у меня в мастерской стоит. Чесальные машины были изготовлены в Советском Союзе в Орле, так они назывались, орловчанки. Это 9 валов, 300 килограмм она весит. На вал на каждый намотана как бы ножовка. Пила, представляете, ножовка. И вот, собственно, она счесывает с одного вала на другой. Это является моей палитрой. И поскольку я уже упоминала, что мононить — это всего десятые, сотые доли микрона, то диапазон цвета бесконечен. Здесь работают законы оптики, физика. Мы берем зеленый цвет и, например, синий получаем какой-то темно-зеленый, или синий и желтый получаем зеленый. Зеленого там нет, но из-за того, что мельчайшие волокна лежат друг рядом с другом, мы видим, глаз наш считывает сочетание вот этих вот. То есть это не как в химии мы краски смешиваем на палитре, а оптика. Со временем я стала использовать ткани. Ну, эта техника очень была популярна в Чехии, когда появилась, и в Черногории. Ну, собственно, вся Югославия тогда увлекалась. Очень многие художники работали с шерстью и тоже добавляли ткани. Так что это не является моим каким-то ноу-хам. А вот то, что я полностью отказалась от шерсти, это, ну, по крайней мере, я не видела других художников, которые работают только с синтетикой, и в этом нашла со временем большое преимущество. Дело в том, что я уже упомянула, рассказала про каландровый термоостат. Это тот момент, когда полиэфиры можно запарить. Не запарить даже, а кристаллизировать. То есть они твердеют. Ну, тут я несколько работ просто покажу, чтобы вы видели, возможно, любые эффекты живописные. И со временем я поняла, что можно использовать термическую обработку этого волокна. Для этого лучше всего подходит бикомпонент. Би, то есть два. Вот у меня в руках волокно бикомпонентное. Почему бий? Потому что оно изготовлено из двух или более полимеров. И представляет собой оболочку. Как правило, это полиэтилен. И основу, ядро. Ядро из какого-то более твердого полимера. Оно сохраняет структуру. А при нагреве полиэтилен плавится. И таким образом волокна при воздействии температуры приобретают форму. Ну вот, собственно, на этой работе видно, когда волокна становятся объемными. Вот здесь, при освещении такие лица людей, форма не теряется. То есть точно так же, как она не теряется в пластиковой бутылке. Можно любую форму придать. И это тот момент, когда текстиль переходит уже на следующую стадию. Как бы на стыке дисциплин происходит новое, не будем назвать это открытие, но новый шаг. Новый шаг, когда текстиль, казалось бы, плоский. Изначально он переходит в разряд трехмерный. Как бы заявка такая. Идет скромная заявка в сторону скульптурного изображения. То есть он еще остается текстилем. В нем еще видна фактура и текстура нити. Но он уже может быть абсолютно объемным. Мне хотелось, вернувшись к теме экологии, рассказать, что осенью меня пригласили с выставкой в Габон. Это Черная Африка, это заэкваториальный Гвиней, бывшая французская колония. Я хотела об этом рассказать как пример, наверное, для нас, для всех. В этой стране не производится вообще ничего. У них нет ни сельского хозяйства, никакого производства. Но у них 90% заказники. То есть девственные леса, джунгли. Все, что делают в стране, это охраняют лес. Охраняют очень серьезно. В пример всем остальным, всей Европе, и Азии, и нам. Лес берегут. Каждое животное на счету. Огромные деньги тратятся. Президентские программы существуют две. Blue Gabon и Green Gabon. Это программы по сохранению океана и леса. Дети в школе, где мне приходилось давать мастер-классы, проводить. Это самая элитная школа. Школа жены президента, где учатся дети послов, дети дипломатов. В общем, дети из очень состоятельных семей. У них в качестве практики дети ходят по берегу океана и собирают пластиковые бутылки. То есть их приучают с детства, что окружающую среду нужно беречь. И это на самом деле очень важно. А искусство в данном случае действительно протягивает руку, приходит на помощь. И мы имеем на сегодня возможность идти в ногу со временем. И в искусство вносить что-то новое, что-то необычное, чего раньше не было. Благодаря развитию химических технологий, благодаря развитию промышленности. И в то же время мы в искусстве получаем какое-то новое лицо, новые возможности. Декоративно-прикладное искусство традиционно не использовало никогда пластик. То есть это тоже новый шаг. И то, что мы сегодня имеем, это на самом деле большой ресурс. Им нужно пользоваться, радоваться этому. И не упускать возможности. И в то же время поддерживать вот эту всемирную программу. Zero waste. Она называет waste. Это ноль мусора. Переводится как ноль мусора. То есть жизнь без мусора. Любой мусор – это ресурс, который можно переработать и использовать в каких-то других качествах. Ну, на этом, наверное, я такую устную часть закончу и приступлю к мастер-классам. Работаю я обычно на столе или на полу. Ну, если, конечно, я объемные вещи делаю, то приходится на стене работать. Ну, вот если то, что я сейчас вам покажу, иглопробивные картины или панно, я делаю на столе. У меня на столе лежит толстый поролон. Вы это тоже сможете использовать, если вам эта техника понравится, и вы решите повторить. И как основу я использую тонкий вот такой синтепон. То есть это иглопробивное волокно, сделанное из волокон вторичной переработки пластиковых бутылок. А вот сейчас я вам покажу самое красивое. Вот это, собственно, и есть волокна. Разнообразие их может быть, диапазон цвета бесконечный. Вот как раз в таких моментах, когда один цвет переходит в другой. Я специально их намотала на своей часальной машине. Здесь как раз видно, что диапазон цвета можно варьировать как угодно. Можно резко, можно совсем плавно. Можно цвета смешивать между собой до бесконечности, пока не получится что-нибудь даже грязное. Да. Вот трудно себе представить. Вы все можете подойти, потрогать. И трудно себе представить, что вот это волокно, это не шерсть. Оно гораздо легче и мягче шерсти. Это не вата хлопковая. Это все гораздо нежнее. И трудно себе представить, что вот это пластиковые бутылки в прошлом. Ну вот, собственно, это самое, наверное, привлекательное в работе. Потому что, когда раскладываешь перед собой вот такие цвета, уйти из мастерской, не поработав, невозможно. Сидишь пока, пока уже не становится совсем плохо. До бесконечности. Потому что, ну, от такого разнообразия идеи только приходят. Они не уходят, а прибавляются. Причем часто бывает так, что именно цвет и именно материал навевает образ. Не от эскиза, а в обратную сторону. Вот там где-то пластиковая бутылка упала. Был такое? А, ой, спасибо большое. Вот мне хотелось как раз эту пластиковую бутылку сделать. Показать вам, как я это делаю. Я ее куда-то поставить должна. Ну ладно, пусть она у меня здесь. Сначала я наношу мелом или... Я сяду, наверное, удобней. Мелом или карандашом пастельным я наношу приблизительный контур того, что я хочу сделать. Иногда он... Это могут быть абстрактные вещи. Это могут быть вещи конкретные. Я вам показывала работы с рыбой, с рюмками. В моей мастерской большая коллекция разной посуды стеклянной. Мне очень нравится делать стекло. Мне кажется, что это какая-то мистика, когда ткань мягкая повторяет и изображает стекло. Получается такая дружба совершенно разных материалов. Еще в своих работах я часто использую как мотивы старинные вещи. Старые утюги, старые чашки. У меня есть такая серия, называется «Старый сервиз». Это история людей и вещей. Вещей и времени. Я специально беру в чашки только те, которые остались по одной из сервиза. Всего чашек 12 в этой серии. Людей, которые пили из них сервизов, в которых они имели место быть, уже нет. И эти чашки у меня изображены на флуоресцентном, ярко-зеленом, оранжевом фонах. Как бы демонстрируя неуместность или чужеродность их пребывания в сегодняшнем времени. И часто старые именно вещи, мне кажется, подчеркивают материал. То есть совершенно новое что-то, чего не могло быть 50 лет назад. В 1935 году только американский ученый Короберс придумал нейлон. И тогда были в моде в Нью-Йорке чулки появились. Капрон, нейлон, это вот все было... Прошу прощения, он не нейлон, а капрон именно придумал. В 1935 году, спустя 80 лет, люди, ну больше 80 лет, почти 90, люди имеют уже такое гигантское разнообразие пластиковых волокон, синтетических волокон. То есть синтетика очень сильно изменилась и приобрела огромное разнообразие за это время. Ну вот мне, к сожалению, нужны две руки, поэтому, если вы хотите, можете поближе подойти, а микрофон я положу. Вот таким образом, добавляя цвет, очень тоненько, много волокон не нужно. Если вы используете, например, вот такой вот одну, один такой кокон, вам хватит на целую работу, а может быть даже на две. В зависимости от того, сколько вы будете использовать. Очень здорово делать какие-то графические элементы, когда линия повторяет, фактически имитирует карандаш или пастель, или даже, если совсем делать тонкую линию, даже тушь. У меня есть работа, в которой я пишу надписи тушью, ну на самом деле не тушью, а волокнами. И эти надписи я списывала со старых французских открыток. Опять-таки со старых открыток, потому что мне кажется, что вот это сочетание чего-то старого, уходящего или ушедшего, такого ретро, когда находит отражение в современном новом материале, то происходит какая-то особая дополнительная философия. Философия времени и... А вот это волокно вы вообще делаете? Я сотрудничаю с фабриками, которые... Иглопробивными фабриками, которые закупают это огромными кипами. И, ну, собственно, они делают целые погонные километры этого материала, а я его смешиваю, как правило. То есть это, может быть, вовсе не такой окрашивается. Вот я показывала гранулят на уровне гранулята, да. Гранулят на уровне гранулята. Ну и тут светлый, темный, холодный, теплый. То есть вы можете не целиком все закрывать. И в этом случае основа, она тоже является собой такое информационное поле. Эта иголка у меня сломалась, я ее сейчас заменю. Так, осторожненько, только иголки не строгайте, ладно? А вот это полотно, оно тоже синтетическое? Да, это синтетическое. Оно, собственно, сделано из тех же самых волокон. Из бутылок. Бутылочное волокно, да. Да, вот если вы потрогаете вот это помягче, а вот то, что является скатертью, оно потверже. Вот оно как раз пропущено через каландровый термостат. Если бы у нас с вами сейчас был строительный фен, то мы могли бы бикомпоненты или даже вот эти полиэфиры запарить и попробовать из них сделать объемные вещи. Но поскольку мы не располагаем такими возможностями, то мы сделаем плоскую работу. Но это тоже будет достаточно интересно, потому что с материалом работать очень быстро. Материал податливый. Все, конечно, зависит от того, что вы хотите получить. Если вот такую мохнатую поверхность, то это более быстрая история. Если более плотную, то вот я отвожу на фабрику. И тогда на фабричных производственных машинах волокно просто вдавливается более равномерно. Не глубже, а равномернее. Поэтому происходит вот такая поверхность. Возьмите на фабрику. Поскольку я работаю на поролоне, поролон достаточно мягкий, то иголки входят очень легко, но бывает так, что они ломаются. И, как правило, не под прямым углом, а все-таки немножко наискосок. В этом случае сопротивляемость меньше, и иголка вряд ли ломается. Это могут быть какие-то условные совершенно вещи орнаментального характера, это могут быть абстрактные вещи. То есть все зависит от того, даже если вы получите большой кусок, сейчас как пример возьмем его, этот по цвету может не очень. Даже если вы большой кусок волокна возьмете, вполне возможно, что он тоже будет иметь место быть здесь. Ну, композиционно он вполне здесь может быть. То есть всю работу можно сделать из большого количества волокон, и тогда она будет более цветная. Можно очень тонко класть волокно. Если у вас нет возможности пробить через иглопроведную машину, то вы вручную, вот таким образом, как я сейчас, максимально, сколько хватает ваших сил и терпения, вбиваете иголочкой, а дальше вставляете в раму со стеклом, и тогда ваше волокно никуда не денется. Где мы можем приобрести такое волокно? Поскольку волокно, конечно, в чистом виде, кроме белого, вы никакой не приобретете, белый синтепон вы можете купить для подушек, то вы можете поступить другим образом. Купить нитки. Может, из шерсти, вот у меня реклама тоже. Да, но шерсть это другое, да, это войлок уже, шерстеваляние. А вы можете купить нитки и их расчесать расческой. Вам много не нужно, как вы видите. Смотрите, сколько я использую. Если вы возьмете акриловые нитки, акрил это тоже синтетика. Только не шерсть, акрил. И вот таким образом будете вбивать. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что наверняка кому-то из вас хочется попробовать. Я не думаю, что наша бутылка сильно пострадает, если кто-то что-то сюда добавит. Есть желающие? Ну, попробовать. Так, а ребенка, ну, единственное, что вы... Давай, иди сюда. Смотри, левую руку ты мне отдаешь, прибиваешь только правой. Правой кладешь волокно и правой прибиваешь. Вот такое единственное условие, чтобы не пострадал палец. Давай, чтобы тебе не мешало. Давай, вбивай дальше. А, все ты, все? Ага. Может, сильнее, глубже вбивай. О, чувствуешь? Звук такой пошел, да? Вот когда звук, смотри, как хорошо сразу стал прибиваться. О, отлично. Слушай, у тебя прекрасно получилось. Может быть, из взрослых кто-то хочет? Нет? Есть, да? Ой, а где-то у нас путылочка находится. А вот она. А можете сделать крышку нам? Крышку сделаете? Она здесь должна быть. Нет, никак, никак. Вы прямо кладете сразу. Не валяете никак. Это не валяние. Вот эта техника иногда называют валянием или войлоком. Дело в том, что она в корне отличается. Войлок, руку вот этот берегите. Я просто привыкла уже, а с непривычки можно и палец проткнуть. Дело в том, что войлок – это валяние и шерсть. Шерсть содержит кутикулу. Лучше всего для валяния подходит шерсть домашней овцы. И, собственно, валяние началось именно с момента одомашнивания овцы. Потому что именно овечья, шерсть домашней овцы содержит кутикулу. То есть сцепляемость происходит между волокнами. Когда они занимают определенную амплитуду, укладываются друг рядом с другом, они зацепляются и образуют плотную поверхность. Такую, как мы знаем, в валенке есть. Процесс этот – именно валяние. Раньше, когда делали юрты, клали на кожу коровы, много шерсти, скручивали в рулон и привязывали к палкам, а дальше к лошадям. И лошадь должна была пройти до 20 километров. Туда-сюда, туда-сюда. Вот таким образом сваливалось полотно, из которого потом изготавливались юрты. То есть это чисто процесс валяния. Если в домашних условиях, то тоже это происходит именно путем скатывания, приваливания вот этих волокон, которые занимают определенную природой им удобную амплитуду. Был такой немецкий художник Бойс, который во время Великой Отечественной очень сильно пострадал. Его подбили, он был летчиком. Его подбили, его самолет, и он упал на территории Крыма. Крымские татары или, может быть, даже караимы, по-моему. Караимы его взяли в свои дома, в свои юрты и обворачивали в шерсть. Он выздоровел. И когда он уехал обратно, уже война закончилась, он стал прославлять этот потрясающий материал, шерсть. Он популяризировал, собственно, он основоположник направления художественного, такого авангардного направления постмодернизма, когда именно он привлек внимание общественности к войлку. Он оборачивал стулья, рояль, войлок, настоящий шерстяной войлок, прославляя его, и такое концептуальное мышление в его работах, «Концептуальная нить» заключалось в том, что сохранять надо музыку. И вот он в этот войлок сохранял рояль. Сохранять нужно всё, что беречь, всё то культурное наследие, которое мы на сегодня имеем. Но это история шерсти. Я уже говорила, что история шерстеваляния, она очень большая, и начиная от скифских и протаиранских войлоков, мы имеем огромное наследие войлочное. А вот это совершенно другая ступень, следующая ступень, которая была невозможна ещё 50 лет назад, даже 30 лет назад. То есть благодаря науке, благодаря технологиям, искусство обогатилось. А ещё, мне кажется, плюс вот этого волокна, что его моль не ест. Да, моль не ест. Это очень важно. Сделаешь красивую картину, а через пару лет ты его не узнаешь. Да, и вот тот же бекомпонент, он абсолютно безвреден для человека. Ну, собственно, да, конечно, материал дешевле, чем шерсть. В Англии сын английской королевы решил поддержать фермеров, потому что дизайнеры стали использовать всё больше и больше синтетику. И он объявил такой фестиваль, фестиваль шерсти. Это было в 2011 году. И овец вывели фермеры на улицы Лондона. И с помощью баллончиков граффити разрисовали их. И вот такие цветные стада ходили. Это была такая помощь и привлечение внимания к шерсти. Но как бы ни привлекали внимание, всё равно дизайнеры всё больше и больше используют синтетику. И компания Adidas ещё три года назад, я знаю, выпустила большую линейку кроссовок, сделанных из ткани, из волокон, продуктов переработки пластиковых бутылок. Это была тоже такая не просто акция во славу экологии и в помощь экологии, а это была ещё и такая выгодная с экономической точки зрения такой выгодный эксперимент. Он действительно оправдался. Во-первых, материал не впитывает влагу, поэтому для обуви он в каком-то смысле интересен. Вся продукция для спортсменов, термобельё, сделана из синтетики, и оно совершенно незаменимо. По своему опыту могу сказать, что когда первый раз после катания в хлопке попробовал на горных лыжах кататься в термобелье, я оценила, каталась по горе и говорил мужу, слушай, это же потрясающе, это потрясающе, это же пластик, это как раз та самая синтетика, за которой всё будущее. Наверное, действительно, за синтетикой будущее, потому что если на сегодняшний день она ещё не во всём совершенно, то химические технологии развиваются, и со временем она становится, с каждым годом даже, она становится всё качественнее и качественнее. И берёт на себя не то, что функции шерсти или шёлка, но и даже те функции, о которых мы не могли мечтать. А неужели нет недостатка сравнения с натуральным средством? Потому что во многих, например, сферах... Ну, смотрите, вот спортсменов, если спросить, они пользуются только синтетикой? Я не спрашиваю, почему пользуются, я говорю с научной точки зрения, когда говорят натуральные, например, материалы, да? Лучше там как бы... Но они просто не дышат. Да, они не дышат. Они не дышат. И если они очень тонкие, очень качественные, их когда-нибудь сделают такие, что они будут дышать, или, например, какие-то переплетения придумают для ткани, что воздух будет проходить, то тогда это будет полная замена, конечно. На сегодняшний день они плотные и не дышат. Да, вот как пластиковая бутылка. Только не нужно думать, что на вас надет пластик, если на вас термобельё, потому что с помощью переплетений учитываются вот эти влаговыводящие... То есть есть всё равно там отверстия? Отверстия, да. То есть с помощью переплетений. Не с помощью самого материала, ну, получается, что в комплексе, да. Одни специалисты решают одни задачи, другие другие. И получается, что в комплексе, да, в конце концов можно найти какой-то такой компромисс. Ну и потом, смотрите, полезные ископаемые, когда-то начнут заканчиваться... Иссякаемые ресурсы. Иссякаемые, да, ресурсы. А здесь, представляете, сколько поле непаханное. А потом мы же всё равно используем пластик. Мы пьём воду из пластиковых бутылок. И, кстати, то, что это безвредно, свидетельством этого является то, что здесь питьевая вода. Поэтому вот это волокно, оно такое же безвредное, как и... Ну, вообще, именно про этот мусор, так называемый, который из пластиковых бутылок, уже тоже много очень рассказывали. Фактически срок использования и жизни этой бутылки, ну, вообще часы. То есть человек купил, он выпил эту воду, и он тут же её выпресил. То есть, фактически, говорит, она не загрязнится, не успевает, не пролежать какое-то долгое время в какой-то токсичной среде. Фактически её тут же взяли, тут же выбросили. Это новый вообще материал. Да, новый мутик. И поэтому сократить энергозатраты есть смысл. А это же те же полимеры, то есть сделанные из простых, несвязанных веществ. Это азот, кислород, водород, углерод. И вот, собственно, в процессе полимеризации или поликонденсации происходит образование вот этого пластика. И вторичное производство, оно менее вредно. Конечно, конечно. То есть уже вот этой варки не происходит, вываривание, грубо говоря. Это, конечно, не вываривание, это поликонденсат, но это научными словами. Грубо говоря, либо вы варите, либо вы просто разрезали, переварили, переплавили. То есть нет вот этих вот выхлопов в окружающую среду. Вообще интересно, что сейчас в Японии, вообще в маленьких странах, там нет помоек. Вообще нет. Ну, в других странах, например, Германия, Франция, США, там еще полно-полно помоек. А вот в маленьких, Норвегия, Бельгия, Япония, там вообще нет свалок. Они все перерабатывают. И вот эти экономические ресурсы, они не выбрасывают, не тратят. Они используют все. Ну, даже мы знаем, что масло от фритюра вся Европа собирает и перерабатывает на бензин, на топливо машинное. Представляете, сколько в России выливается масло от фритюра. Это все Макдональдсы, это масса кафе, ресторанов, где происходит жарка пирожков, беляшей и всего подобного. Так вот, в тех странах, где полная переработка, то есть Япония, Бельгия, у них установлены на конвейерах, вот я показывала на заводе, специальные инфракрасные датчики, которые определяют химический состав пластика. И по шкале рабочие видят, какой пластик в правую корзину, какой в левой. Поэтому это облегчает труд. На наших фабриках, в Солнечногорске, которая была создана, там, конечно, все, что надо, это отделить крышку и снять этикетку. Так, вкратце мы с вами вот эту пластиковую бутылку изобразили.